Всем привет, это игра Stalker Tень Чернобыля, и в этом видео я хотел бы рассказать для тех игроков, которые любят эту игру, с чем они могут столкнуться, играя на новых системах, то есть на Windows 10, на Windows 8, на Windows 7. Проблемы связаны с графическим движком. Я в этом видео также покажу, как это все дело исправить. Заходим в опции. Здесь у нас выставлено все по максимуму. Полное динамическое освещение, установки качества максимальные, в расширенных тоже все по максимуму. И теперь пора зайти в игру и посмотреть, что же там не так. Вот он тот самый Stalker. Смотрим, какие могут быть графические баги. Опускаем камеру вниз, взгляд, и видим, что сбоку появляются какие-то непонятные тени. То есть какая-то мазня непонятная. То есть она появляется, исчезает. Как-то это смотрится не очень, да, красиво. Это первое. Что может быть второе? Это мерцающие тени. Вот, посмотрим туда. Там все мазня какая-то, все мажется, тоже мерцает. То есть как-то смотрится это некрасиво. И опять же, вот справа тени. Сбоку какие-то ползут артефакты или что ли, непонятно. То есть сюда подходим, тень прорисовывается нормально. Это два. Далее, тряска камеры. Многие жалуются на то, что камера трясется просто невозможно, и голова начинает офигевать. То есть после получаса такой игры у меня реально голова заболела. Потому что, ну, тяжело. Тяжело вот это вот покачивание смотреть. Это очень тяжко. В общем-то, поехали к настройкам. Чтобы исправить данные оплошности, нам нужно найти конфигурационный файл для игры Stalker. На диске C ищем папку Users. Далее заходим в Public, Documents и Stalker Shock. Находим файл UserLTX и открываем его любым блокнотом. Я пользуюсь Eclpad. Ищем параметр CamInert и CamSlideInert. Они находятся, в принципе, в алфавитном порядке, поэтому проблем возникнуть не должно. Нашли. Меняем 0.7 на 0. И CamSlide тоже на 0. С камерой разобрались. Теперь переходим к теням. Так, нам нужно найти параметр R2 SunNearBorder и R2 SunNear. Все это находится тоже внизу. Так, ищем. Нашли. Меняем. R2 SunNearBorder. Меняем на 1. И дальше переходим к параметру R2 SunNear. Там выставляем значение 36. Вообще, все это дело достигалось опытным путем. Экспериментировал, запускал, перезагружал. Поэтому можете экспериментировать. Вдруг вам эти значения не подойдут. Но 36 это среднее значение, поэтому все должно работать. Теперь сохраняем файл и заходим в игру. А вот и результат. Смотрим. Опускаем камеру вниз. Никаких артефактов не наблюдается. Все тени, как положено, находятся на своих местах. Никаких глюков, никаких багов. Здесь тени все видны, все четко. Также смотрим по размазыванию теней. Увеличиваем. Все видно очень четко, никаких проблем. Бегаем, смотрим. Вдали тоже тени отображаются адекватно. Только-только-только начинает немножко в конце прорисовываться. Ну, можете экспериментировать со значениями. Поэтому, я думаю, проблем возникнуть не должно. А так все отображается очень даже отлично и прекрасно. Все тени. Камера не трясется. Не расплывается ничего, не размазывается. Все достаточно детально. В общем, отлично смотрится. Поэтому наслаждайтесь, играйте. Все, всем спасибо и... Очень даже, да. Все. Да, заканчиваю. Пока-пока.